МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Украина становится новым проектом. Это теперь товар. Они становятся передовым окопом Америки на границе с Россией. -"Люди, давайте берём топливо и тупо палим их! Палим их! Палим их! Выпалим их отсюда!" Российское телевидение в войне с Украиной стало главным оружием Кремля. -"У меня в Путина висит портрет. Я уже думала, мои дети, я обращусь к нему. Пусть он мне или одну заберёт, или я не знаю, заберите нас. Он нас тут не будет". Оно становится наркотиком, который управляет поведением и мыслями людей. -"Я хочу смотреть российское телевидение. Я вас очень прошу, чтобы Путин обратил на это внимание". -"Представьте себе котов. Асфальтовый. Который прокатывает площадь за площадью, он утюжит. Его ничто не может остановить. Именно так сейчас выглядят российские масс-медиа". Затолка до зелёных человечков и провокаторов в бой вступают кремлёвские журналисты. -"Хватит мямлить. Это окончательная потеря незалежности или самостийности, кому как нравится, и прощание с суверенитетом, образованной в 1991 году Украины". Их цель – запугать... -"Что вы делаете?" ...и запутать. -"Это однонаправленное промывание мозгов, зомбирование населения". Так работает государственная программа Кремля «Информационное общество». -"В России немыслимо слушаться Кремля. И поэтому все частные телеканалы, все так называемые бизнес-информационные агентства все равно будут выполнять то, что им напишет местный капитан или майор ФСБ". Бюджет правильных новостей имени Путина по всему миру – 41 миллиард долларов. Это доходы бюджета Украины за весь прошлый год. -"Путин верит, что правды объективной нет. Он считает, что есть правда Запада, есть правда его. Кто больше будет денег тратить, то и будет правда". Сегодня в интересах Кремля пугать восточные регионы бандеровцами, которые при поддержке США убивают русских прямо на улицах. -"Должен кто-то и врать, потому что кто-то хочет услышать это вранье". Ложь в интересах Путина – очень прибыльный бизнес. Для этого был определен куратор телевизионного пространства. Им стал близкий друг Путина Юрий Ковальчук. С начала 2000-х годов Ковальчук через свои компании берет под контроль телеканалы и газеты. Сегодня ему подчиняются самые крупные и популярные медиа. Первый канал, НТВ, ТНТ, СТС, РЕН-ТВ и Российский Пятый. И те, кто продали себя кремлевской пропаганде... -"Рейтинг Путина на этой неделе достиг пика за последние три года". ...быстро становятся мультимиллионерами. -"Не важно, что произошло, важно, как показать". Тройка народных телевизионных авторитетов в России выглядит вот так. На первом месте телеведущий Владимир Соловьев. -"Россия не опустила головы и, не испугавшись ни угроз, ни санкций, отстояла свое право на национальные достоинства". Владимир Рудольфович ведет политические ток-шоу на канале Россия-1. Его программы показывают в самое популярное время воскресенье вечером. Второй в списке Дмитрий Киселев. Киселев ведет итоговый выпуск новостей на телеканале Россия. Его задача прятать проблемы экономики и убеждать российских граждан о величии и непобедимости Родины. -"Да и Россия единственная страна в мире, которая реально способна превратить США в радиоактивный пепел". И только на третьем месте находится человек, чья журналистская позиция довольно часто расходится с информационной политикой Кремля. -"То, что я могу смотреть, вы будете решать, уважаемый господин президент, премьер-министр, депутат. А кто вы такой, чтобы решить, что я могу смотреть, что я могу читать?" -"Мы здесь на помощи, мы закрыли". В списке самых богатых российских журналистов Владимир Познер тоже на третьем месте. -"Я-то эту роль не играю, она меня не интересует совершенно". Возглавляет рейтинг самых оплачиваемых ведущих Владимир Соловьев и Дмитрий Киселев. Только в этом году каналы Россия-1 и Россия-24, где вещают Соловьев и Киселев, получат из бюджета 720 миллионов долларов. -"Топовые, скажем так, пропагандисты уровня Дмитрия Киселева, Толстого, это 150-200 тысяч долларов в месяц". Такие зарплаты позволяют телепропагандистам жить на широкую ногу. -"Этот день мы приближали как могли. Крым и Севастополь снова в составе России. Историческая справедливость восторжествовала". Справедливость принесла ведущему домик в Италии за 4,5 миллионов евро. Дом в Переделкино за 3 миллиона долларов. Дом в поселке Баковка за 5 миллионов долларов. Такова благодарность влиятельных покровителей. У меня близкие друзья, работают в команде и Путина, и в команде Медведева. Есть у Соловьева и квартира в Москве на улице Долгоруковской стоимостью 5 миллионов вечно зеленых. У Владимира Соловьева 8 машин. Три Мерседеса, две Ауди, Порше Каррера и внедорожники Вранглер и Хаммер. За свой автопарк Соловьев выложил как минимум миллион долларов. Таким образом Владимир Соловьев наговорил правды на 20 миллионов долларов. Это сумма, за которую можно, так сказать, продаться с потрохами, что, собственно, и делают такие люди. Дмитрий Киселев – один из главных агитаторов Кремля за русский Крым. Его дом – достопримечательность в поселке Коктебель. Шикарная вилла с видом на Черное море. Получилось, конечно, намного дороже, чем мы все думали и ожидали. Пришлось там добирать какие-то кредиты. Здесь есть и бассейн, и даже лифт. Особая гордость. По-английски называется «эллибейтер». В таком случае это трехстанционный лифт в двухэтажном доме. Наверное, это действительно уникально. Свою виллу он назвал в честь поселка. Он называется Коктебель. Коктебель. Несмотря на показную любовь к России, ведущий очень любит загнивающую Европу. Хотя об этом говорить неохотно. Да-да-да. Ну, во-первых. Впрочем, теперь посещать Европу Киселев не сможет. Евросоюз ввел санкции против кремлевского глашатая. На мой взгляд, последнее дело применять санкции против журналистов. Это откровенное наступление на свободу слова. Еще 200 миллионов вечно зеленых дадут для вещания Первому каналу и НТВ. Программа «Время» – главный носитель путинских идей в массы. В эфире с конца 60-х «Время» – самая старая программа новостей на постсоветском эфире. Здравствуйте. В эфире «Время» в студии Екатерина Андреева и сегодня в программе. Екатерина Андреева старшая программы почти на 10 лет. Она села в кресло телеведущей в 1998 году. Здравствуйте. В эфире новости на канале общественного российского телевидения. И держится в этом кресле уже 16 лет, чем очень гордится. Сейчас я занимаю этот опыт. Вышел информационное вещание на чуму. На праздники ее лично поздравляет президент. Такой чести на Первом канале удостоен разве что руководитель Константин Эрнст. Весеннее обострение экстремизма на Майдане. Зазвучали призывы убивать людей, которые носят георгиевские ленточки. Екатерина Андреева за одним столом с Путиным с 2000-х годов. Очень интересно, вы волнуетесь? Нет. Если придерживаться двух простых правил, не обещать невозможного и не врать, то тогда нет необходимости беспокоиться. Хороший совет. За верную службу Екатерине Андреевой даже позволили принять участие в эстафете Олимпийского огня. Ведущая не просто пробежалась, а спустилась под воду с аквалангом. Я не случайно согласилась быть в Таланусе на Байкале, потому что я понимаю, что эстафета – это очень важно. Ездит по Москве Екатерина Андреева на автомобиле «Ягуар». А дома хранит бюст Владимира Путина, который, что символично, стоит рядом со статуэткой Иосифа Сталина. Телеведущий открыто признается – главное делать то, что скажут. Не отказываться от работы, когда предлагают постоянное самосовершенствование в этой работе и желание спасать. То, что не положено говорить в новостях, расскажет зрителям еще один правдоруб Михаил Леонтьев. Он автор ведущей программы «Однако». Однако здравствуйте. Вербное воскресенье в православной стране майданутые киевские начальники начали операцию, бросив карателей на город с символическим названием Славянск. Телеведущий с 2000 года – член путинской партии «Единая Россия». Его задача – с помощью красивых фраз и умных мыслей формировать правильное общественное мнение. Эти болотные люди – либо идиоты, либо предатели. А точнее – идиоты, ведомые предатели. Это Михаил Леонтьев на митинге в поддержку Путина после разгона оппозиционного марша на Болотной площади. Озверевшая российская полиция избивала всех без разбору. Дед, прекратите нам детей! Михаил Леонтьев, как и положено, поддержал власть. Никто этой оранжевой болотной слизи Россию не отдаст. Среди участников протеста на Болотной был один знаменитый человек. Позже они посмотрят друг другу в глаза. Напротив вас, поскольку я ходил на Болотной, ходил, значит, видно, либо идиот, либо предатель, дайте я договорю, либо ведомый предателем идиот, либо представитель оранжевой слизи, поскольку употребили все эти слова, а передо мной сидит ответственный патриот России. Глядя в глаза Владимиру Познеру, Михаил Леонтьев начал оправдываться. Идиот в своем изначальном смысле греческом, да, это человек, не интересующийся политикой. Позже он по телефону выскажет все, что думает о нем. Какой Познер? Какой Познер? Кто такой Познер? Я не знаю, Михаил Познер. Михаил Леонтьев только в кадре умный и опрятный человек, а в московской тусовке его знают как любителя выпить. Ну, бухой на них, пи***, как-то, и тоже хорошо. Но совесть телеведущего не мучает. Леонтьев открыто заявил, он ставленник Кремля, и начальство его полностью поддерживает. Мы с Максимовичем Ерстом долго работаем, и мы являемся единомышленниками. За свои старания Михаил Леонтьев подкопил деньжат и открыл в Москве ресторан с символичным названием «Опричник». Вы совладели с московского ресторана «Опричник»? Нет, давно нет. Это, к сожалению, очень быстро все закончилось. В этом бизнесе, как и на ТВ, ему тоже помогают влиятельные люди. Это спонсорские деньги. А это Петр Толстой. Его ток-шоу о политике сразу после программы «Время и однако». Для Запада и для США Украина – это такая еще одна Сербия. Потомок того самого Льва Толстого в деньгах не нуждается. Для него главное – возможность быть в эфире и говорить на всю огромную страну. Деньги – это не главный вопрос в этой истории. Главный вопрос – это влияние. Главный вопрос – это возможность быть властителем Дум. Толстой прославился тем, чтобы сам придумывал новости про Украину и тяжелую судьбу русских на украинской земле. За годы насильственной украинизации, когда в стране, где живет более 20 миллионов русских, принудительно повсюду насаждался украинский язык и извращалась русская история. Его фантазия зашла настолько далеко, и выпуск с критикой в адрес Украины для Толстого стал последним. Его уволили с канала. Но заметили в Кремле. И уже в конце 2013-го Петр Толстой восстал из пепла с еженедельным ток-шоу на том же Первом канале. В парламенте Украины после победы Майдана насильственно удерживались депутаты. Их просто скотчем привязывали к стульям. И забирали у них карточки и голосовали за них. А эти голосования сейчас преподносятся как воля победившей революции, как воля украинского народа. Сергей Доренко – еще одна одиозная фигура в российской журналистике. В 2000 году он был в оппозиции к Путину. Тогда Доренко открыто критиковал Владимира Владимировича. Даже назвал его главным виновником гибели подводной лодки «Курск». Министр обороны говорил неправду. Владимир Путин знает об этом в тот момент, когда оправдывается за своего министра. Потому что если у военных было все, то почему они не сделали ничего? После этого выпуска программа была снята с эфира. Доренко менял каналы и радиостанции, и риторику в адрес Кремля. Сегодня Сергей Доренко ведет собственный видеоблог, в котором активно высказывается о событиях в Украине. Украинцы за Евросоюз, как глист за теплую жопу. Делятся своим мнением о будущем украинцев. Я предлагаю, внимание, столица Новой России в Харькове. Центральная, южная, восточная Украина входят в состав Новой России областями. И все счастливы. Вам нравится? Всего вам доброго. За такие слова Сергею Доренко подарили радиостанцию «Говорит Москва». Сделал подарок нефтяной олигарх Михаил Гурцериев. Цель хунта, да, незаконной в Киеве. Стать властью. Теперь Доренко выбирает себе дом в Крыму. Ах, хорошо. Ах, хорошо. Это правда. Это будет русской телефонной. Это мы понимаем. Потому что у России южных берегов мало. Хороших, красивых южных берегов почти нет. Нет, вы не ошиблись. Это тот самый господин Доренко. Я хочу здесь купить какую-то бедность. Я хочу вот такую вот вещь, такую мальчишескую, мальчуковую, да. Мальчуковая вещь заключается в том, чтобы я держал здесь катер. Доренко недавно поиздержался на разводе. Оставил экс-супруге и взрослому сыну 4 квартиры в Минске, 2 квартиры в Москве и дома в Барвихе и на Николиной горе. В Крыму Доренко будет жить рядом с Дмитрием Киселевым и говорить правду об истинных желаниях Кремля. Ждите нас на танках на Крещатике. Всего вам доброго.